Добрый день. На Валдайском форуме талантливый и мужественный писатель Проханов, который за последние 50 лет был на всех войнах, задал президенту Путину конкретный вопрос. В чем вы видите величие России? Президент уверенно ответил, прежде всего вижу, в ее суверенитете, которая опирается на самодостаточность и расшифровал в области экономики, финансов, высоких технологий, науки и безопасности. Я абсолютно согласен, но сегодня, 7 ноября, главный день, который спас наш суверенитет, нашу независимость и восстановил не только самодостаточность, но и показал пример, как можно в чрезвычайных условиях построить новое государство, где труд, а не капитал, где главной ценностью была дружба, народов, справедливость и действительно настоящий суверенитет. Сегодня мы вас поздравляем с этим славным праздником, ибо 7 ноября – сакральная дата в целом в российской истории. 7 ноября 1612 года ополчение Минина и Пожарского освободило Кремль, не четвертого, не надо врать в истории, четвертого взяли только Китай-город, и именно седьмого выбросили ляхов, выбросили литовцев, поляков. Кстати, там были и французские мошкетеры, немецкие легионеры, выкинули всех из Кремля, освободив нашу державу. Возглавлял это ополчение Совет всей земли русской. Именно Совет показал пример, что в трудные минуты Россия способна сплачиваться. В этот Совет входили люди всех, сословий и продемонстрировали подлинное единство. 7 ноября 17-го года совершилась Великая Октябрьская циталистическая революция, уже 8-го. На Втором съезде Советов было сформировано советское правительство во главе с Лениным. И это правительство показало, что такое борьба за истинный суверенитет. Именно Ленин, ленинско-сталинская модернизация спасли наш суверенитет и нашу страну. Самое удивительное, что Ленин заложил такие основы новой плановой политики, которыми гордится и сегодня современная Россия. Хочу подчеркнуть, вот сегодня много говорят о том, что надо победить, надо справиться с трудностями, надо добиться больших результатов. Развернули выставку, но у Ленина был гениальный план, который опирался на открытие Маркса и Энгельса о том, что неизбежно поражение капитализма и приход социализма. Ленин уже в 25 лет своей работе о развитии капитализма в России доказал, что этот капитализм периферийный, что он неизбежно будет тянет новую войну за передел мира и он погибнет. И можно возродить страну только на основах социализма и главным документом социалистического строительства, вслед за того, что Ленин за 5 лет провел 4 варианта политики. От военного коммунизма, проводразверстки, проводналога до НЭПа и плана ГУРО. Вот у меня этот удивительный документ 850 страниц абсолютно продуманного, грамотного текста, написанного, исходя из потребностей страны, ее великого будущего. Я бы предложил Мишустину пересдать этот документ, раздать всем министрам и пусть изучают и смотрят, как можно заставить на родную власть работать практически всех без исключения. Из 200 человек было 5 большевиков, остальные были крупнейшие ученые и специалисты, которые все сделали для того, чтобы полумертая, убитая, распавшая страна с парализованной промышленностью сумела подняться к высокому победе мая 1945 и космосу. Кстати, 7 ноября 1941 года был тот легендарный парад. Сегодня включаю первый канал. О чем угодно рассказали. Троцкого пятый день всем мозги втихивает, хотя абсолютно незаслуженно. Сплошь и рядом идет историческое вранье, за которым кроме амбиций ничего нет и желания снова стравить народы братоубийственной бойни. Я хочу вам продемонстрировать официальный документ. Советская Россия издала 25 материалов. Здесь первоисточники. И вот вам основание советского государства. Весь порядок его формирования. Все подписи. Ведь мы восстановили советскую власть мирно. И Великий Октябрь был самой мирной революцией. Прокатилась от Балтики и Черного моря до Тихого океана практически почти без жертв. И гражданскую войну развязала та антанта, которая сегодня обрушилась на рид на Украину. Именно эта антанта, 14 буржуазных государств, пришли душить молодую советскую власть. Я бы на месте Совета Безопасности сейчас провел специальное заседание о том, каким образом решал Ленин вопрос формирования мощной Красной Армии. С нуля 4-миллионная армия, которая расколотила всю эту свору их прихлебателей-белогвардейцев. А сегодня по-прежнему открывают то памятники, то еще тем, кто продал тогда Россию за серебряники. Ну Иуда хоть повесился, а эти не хотят спустя много лет и правды сказать. Я надеюсь, надеюсь, что изучат. Так вот, в 41-м, именно 7-го ноября, Сталин провел парад на Красной площади, который оказался самым сильным по влиянию на морально-политическое состояние всех войск и советского народа. Когда Жукова спросили, он сказал, да, речь Сталина в начале июля, когда он сказал, братья и сестры, победа будет за нами, наше дело правое. Тот легендарный парад, с которого 28 тысяч войск ушли сразу в Москву защищать. И салют в честь Орла и Белгорода после разгрома фашистов на Орловско-Курской дуке. А нам продолжают врать и продолжают лицедействовать. Я хочу официально обратиться к власти, каким образом они открывали выставку на ВНХ. Когда надо, мы все проявляли солидарность и вместе ходили. Когда надо, все возвысили голос за суверенитет, сплоченность и новый курс. Почему Государственную Думу не пригласили на этот важнейший праздник, на открытие выставки? Я не видел никого. Я считаю, Володин ходит в Совет Безопасности, он обязан там быть. Я не говорю о всех, кто, собственно говоря, представляет народные массы, а народные депутаты Думы как раз их представляют. Не надо играть в политику. Сегодня объявили нам войну. Война требует консолидации, а это не работает на консолидацию. Война требует подлинного суверенитета, а это надо осваивать новейшие технологии и показывать лучшие образцы труда. Война требует максимально уникального опыта, которым и владела советская страна. Это народные предприятия, которые сегодня показывают лучший результат. Так что мы сегодня отмечаем великий праздник. Хочу, чтобы наше правительство обязательно получилось у Ленина умению думать, планировать, определяя стратегию, одновременно четко и грамотно выстраивать тактику. От Керина, которые мерили на кручу и на руку, до золотого рубля за пять лет. От распавшейся империи до союзного государства за пять лет. От парализованной промышленности до плана Гаверло за пять лет. И Сталин, руководствуясь этими идеалами, за 10 лет построил 9 тысяч лучших на ту пору заводов. Учиться максимально, сплачивая общество, мобилизовать ресурс. За два месяца перебросили за Волгу полторы тысячи предприятий, 10 миллионов граждан и по Трансибу выстроили новые заводы, промышленные центры до самого Дальнего Востока, которые спасли нашу армию, обеспечили всем необходимым. А тут некоторые не могут за 600 дней отогнать на 60 километров, чтобы не обстреливали наши города. Нам надо взять из победного октября все лучшее, великое. Сегодня ленинско-сталинская модернизация и марксист вдохновляют всех великих людей планет. Китай, опираясь на это, строя социалист с китайской спецификой, показывая, что марксист-ленист лежит в основе их новых успехов, демонстрирует всем в высочайший темп. В советское время за 30 лет темпы были 14%, китайцы показали 10%. Нам, чтобы сегодня выполнить послание президента, надо выходить на мировые, а не 3%, а не топтаться вокруг 1,5% и радоваться 2%. Если бы был бюджет развития принят наш, он готов. Это бюджет, который позволяет максимально концентрировать ресурсы и направить на главные цели. У нас с вами 570 миллиардов долларов золотовалютных резервов, 13,5 триллионов рублей в фонде благосостояния. У нас 261 миллиард долларов олигархия уперла, украла из страны в прошлом году и продолжает. Сложите, и вы получите три бюджета. Тогда вы поддержите всех, и детей, и стариков, и народные предприятия. Решите вопросы культуры, науки, образования. Тогда вы будете производить машины, механизмы. А они вместо этого выпадрошили бюджет, вздули ставку до 15%, разрешили вывозить валюту и ресурсы, оставляют там. А вот он удивляется, почему у нас концы с концами не сходятся, и страна продолжает вымирать ударными темпами. Самое большое предступление Троцкого и всей этой комариле, которая продолжает его опыт, это 1991 год, когда была предана советская страна, и огромные ресурсы были направлены на поддержку американского глобализма. И сегодня эта публика продолжает выкачивать из страны гигантский капитал и ресурс. Я призываю президента принять все необходимые для этого меры и максимально сплотить общество. Мы поддерживали борьбу с нацистами и фашистами бандеровцев. Только коммунисты показали, как их можно побеждать в 1945-м. Только народно-патриотические силы с первого дня требовали решительных действий против засилия бандеровщины на Украине. Я считаю, что наша программа, программа победы, наш бюджет развития, наш уникальный опыт народных предприятий, наш опыт Великого Октября и Ленинско-Сталинской модернизации, сегодня востребован как никогда. Поэтому с удовольствием поздравляем всех с этим великим праздником и уверены под красным знаменем Ленина, знамени Октября, знамени победы. Мы вновь победим нацистов, фашистов, бандеровщин и всю эту пятую колонну, которая издевается над страной. Победа будет за нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!